Ильшат Гафоров провел встречу с представителями акционерной финансовой корпорации «Система». Научный десант КФУ продолжает свою просветительскую миссию в городах Татарстана. В Мамадыше прошла просветительская акция «Научный десант КФУ». Казанский университет посетили представители публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система». Все подробности смотрите в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли представители публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система». В голубом зале КФУ состоялась встреча с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. Гости ознакомились со структурой университета, а также приоритетными направлениями развития. Переговоры были направлены на определение перспективных направлений взаимодействия для последующего заключения соглашения о сотрудничестве. После презентации возможностей Казанского университета ректор КФУ обозначил основные направления, в рамках которых можно развить взаимовыгодное сотрудничество. Поскольку у нас есть клиника, мы готовы были бы рассмотреть возможности и предложения по вашим стандартам работы. Второе, проводить переподготовку наших медработников, врачей, тоже в каком-то в одном центре по тем же стандартам. Нам очень важно, чтобы была сформирована общая такая корпоративная культура в этой области. После встречи с руководством вуза гости отправились на осмотр лабораторной и клинической базы университета. В программе визита посещение лабораторий в корпусах на улице Парижской коммуны и улице Волково, а также главного корпуса университетской клиники КФУ. То, что мы увидели, на самом деле поражает. Такого в России нигде нету, и этот опыт надо перенимать. И мы сейчас как раз проводим переговоры за соседними дверями о потенциальных видах сотрудничества как по генетическому направлению, так и по клинике новых методов лечения. Мы называем это Центр инновационной медицины. Этот может быть очень интересным совместным проектом, который мы будем развивать совместно между компанией МИДСИ и Казанским университетом. Был очень приятно, удивлен тому, что я увидел. Это высокая наука, высокая медицина. К этому должна стремиться каждый регион и каждая университетская клиника. Валерия Амуратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Научный десант КФУ продолжает свою просветительскую миссию в городах Татарстана. О прошедшем образовательном интенсиве в Альметьевске наш следующий сюжет. Очередной точкой в рамках просветительской акции «Научный десант КФУ» стал нефтяной город Татарстана Альметьевск. 1 ноября площадку детского технопарка «Кванториум» посетило около 700 школьников города. Это не новодел. Наш университет имеет давнюю традицию проводения подобных мероприятий. Это еще было заложено во времена, когда ректором был Николай Иванович Убачевский. Это было 200 лет назад. Просветительская работа всегда находилась в традициях нашего университета. И, как вы знаете, в этом году мы отмечаем 215 лет. Это наш праздник, это наша гордость. И мы хотим ей поделиться, в том числе и со школьниками, выпускниками школы нашей республики. Программа научно-популярного мероприятия по традиции оказалась богатой на образовательное содержание. Интерактивы здесь представили собой экономический диктант от Института управления экономики и финансов, квест «Соберись в маршрут» от Института геологии и нефтегазовых технологий, игры и викторины от Музея истории КФУ, консультации психологов и многое другое. Благодаря интерактиву, представленному Институтом филологии и межкультурной коммуникации, участники смогли постичь азы и тонкости китайской каллиграфии. За короткое время гости смогли узнать обо всех изысканиях в мире науки. Я смотрю на сегодняшний момент, что при входе дети пока еще не понимают, что будет за этими дверями. Но если посмотрим те, кто выходит, глаза горят. Если посмотрим те классы, те аудитории, где сейчас проходят занятия, мастер-классы, мы видим, что там есть живое общение, там есть и смеха, и эмоции всевозможные. Это говорит о том, что действительно у нас все получается. Все желающие имели возможность послушать лекции преподавателей. Первым выступил доцент Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владимир Силантьев. С темой «Геология. Эволюция катастрофы. Кто кого?» Ребята убеждены, что профессия геолога никогда не устареет. А потому актуальность выбранной темы неоспорима. В будущем я хочу стать геологом. Мне очень интересна эта профессия. Она перспективна и рентабельна. А сейчас у нас появляются все новые и новые способы добычи и разработки месторождений, поэтому эта профессия никогда не устареет и всегда будет актуальной. Также внимание гостей приковали такие лекции, как «Война полов» от заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Ильгизара Рахимова, а также «Вся правда о психологии» от доцента кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдара Абитова, где было развеяно множество популярных мифов. Цена то, что преподаватели университета приезжают непосредственно в отдаленные места, рассказывают о том, что есть, дети видят студентов, видят преподавателей, в общем-то они привезли новые какие-то технологии, о них они могут увидеть. Очень интересные лекции. Школьники также смогли узнать ответы на вопросы о поступлении и обучении в Казанском университете от приемной комиссии. Очень многие поступают в КФУ, потому что направлений там очень много. Некоторые мои знакомые поступили в этом году туда, им нравится, они довольны. Они не говорят, что учиться там трудно, еще как-то, им нравится. А мы напоминаем, что проект охватит все районы Татарстана. Куда направится научный десант КФУ далее? Оставайтесь с нами. Валерия Муратова, Олег Апачаев, Универньюс. В Мамадыше прошла просветительская акция «Научный десант КФУ». В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Елапожского и Набережно-Челнинского институтов Казанского федерального университета. Подробности смотрите далее. В честь 215-летия Казанского университета в Татарстане был дан старт просветительской акции «Научный десант КФУ». В 18 городах и поселках Татарстана состоится большой научный праздник. Недавно он прошел в лицее номер 2 имени академика Камиля Валиева в городе Мамадыш. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Елапожского и Набережно-Челнинского института в КФУ. Очень хочу передать вам большой привет от нашего ректора Ильша Таравкатовича Гафурова. Это его идея была посетить районы для того, чтобы поздравить не только нас, университетское сообщество, а поздравить все население Татарстана с тем, что в Татарстане есть такой замечательный университет. Университет, который сегодня занимает самые высокие рейтинговые позиции в Российской Федерации. Для школьников состоялся публичная лектория об иллюзиях в окружающем мире, а также работали образовательные площадки по различным направлениям. Ребята получили возможность познакомиться с международным языком незрячих шрифтом Брайля. Пройти экспресс-диагностику личности, узнать секреты природных явлений, научиться собирать кубик-рубик. С Силабышевским институтом ЕИКФУ я знаком достаточно давно, так как я принимал участие во многих олимпиадах от этого института. В частности, это созидательный труд школьников, в котором я уже участвую более пяти лет. Нам предложили посетить более пяти станций. Для себя я открыл станцию физика, мне она очень понравилась, нам показывали разные опыты. Получить ответы на вопросы о поступлении и обучении в Казанском федеральном университете ребята смогли, посетив площадку приемной комиссии. Отметим, что акция «Научный десант КФУ в Татарстане» продлится до конца ноября. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюз. О том, что еще произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В концертном зале КСК «Уникс» КФУ прошел традиционный для IT-лицея концерт «Посвящение в лицеисты-2019». Насыщенная программа, заводные танцевальные номера, музыкальные композиции в исполнении студентов и лицеистов, и все это в потрясающей театральной постановке «Волшебники изумрудного города». С выступлением в большую дружную команду лицея поздравил и пожелал больших успехов, отличных оценок и новых интересных проектов проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В заключение мероприятия лицеисты произнесли клятву, которую зачитал президент Совета лицеистов Руслан Тухватуллин. Также вновь испеченные лицеисты исполнили гим.лицея. 3 ноября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошел чемпионат по решению геологических кейсов. Участие в нем приняли более 100 школьников с 8 по 11 классы из Республики Татарстан и со всей России. Оценивали юных геологов не только профессорско-преподавательский состав КФУ, но и приглашенные эксперты, представители нефтяных компаний. Кейс-чемпионат проводится совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан при поддержке фонда выпускников «Экология, геология, нефть» и ПАО «Татнефть». Все участники по итогам чемпионата получили призы и памятные подарки. Субтитры создавал DimaTorzok